Дательство Стаса Бобицкого представляет. Майк Зе. Из жизни штапиков. Сборник рассказов. Читает Михаил Прокопов. Пробный тираж. Теплые лучи, вестники приближающегося лета. Пробиваясь сквозь пыльное окно, они прыгали по разложенным на столе бумагам, но Юрий оставался мрачен. Казалось бы, что за безделица. Пару часов назад жена позвонила и попросила забрать дочку из садика. Но для него это было настоящим испытанием. Нет, он вовсе не ненавидел детские сады, а тем более детей, но... Однажды допущенный промах стал извечной головной болью. Когда они со Светланой решились посмотреть в сторону ЗАГСа, то среди прочих забот неожиданно возник вопрос смены фамилии. Будущая жена не возражала стать штапик, но он поиграл в демократию, и Светлана осталась Захаровой. Вначале Юрий еще не замечал косых взглядов, но когда жена забеременела, проблема стала очевидна. Чью фамилию будет носить ребенок? Начавшись с шутки, дилемма стремительно трансформировалась в локальные боевые действия. Светлана неожиданно активно взялась отстаивать свои интересы. После долгих споров с привлечением родственных сил, штапику пришлось согласиться на компромисс. Если родится девочка, то сохранит фамилию жены. Родилась девочка, и уже в роддоме, получая на руки маленькую Яну Захарову, Юрий Штапик по глазам медсестры, оформлявший документы, понял, что никогда себе не простит былую беспечность. А дальше ждал детсад и взгляды, словно он просто прибившийся кобелек. Скорее всего, это было не так, но Юрий уже не мог воспринимать мир иначе. Теперь ему всюду мерещился осуждающий женский шепот и бабские пересуды. Награда за лояльность оказалась слишком тяжела. Радио только дало отмашку шестичасовому выпуску новостей, а штапик уже парковался на полупустой стоянке детского сада. Ему настолько хотелось забрать дочку до появления родительских масс, что наказание за побег с рабочего места казалось сущим пустяком. Зачем-то набросив пиджак и машинально поправив галстук, Юрий окинул взглядом зелень парковой зоны, выцветшую решетку забора и прислушался к гамму суетящейся детворы. Ребятишек, как всегда, вывели на вечернюю прогулку, и те увлеченно копошились среди покосившихся горок до протертых качелей. С силой толкнув облезлую калитку, штапик прошел на территорию садика. Суетясь, словно опаздывающий школьник, он кивнул дремавшему охраннику и нырнул в тенистый полумрак. Огибая основное здание, Юрий поймал себя на том, что бессознательно, словно мантру, повторяет про себя «Здравствуйте». Увы, но не придавало решительности, но все же немного успокаивало. — Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! — штапик свернул на гравийную дорожку, ведущую к скамейке воспитательниц. Заведующая группой уже его заметила, и, машинально улыбнувшись, взглядом выискивала среди одноликой массы детворы Яночку. И в этот момент знакомый женский голос заставил штапика остановиться. — Дорогой Юрий Михайлович, не стоит так спешить. Уделите нам несколько мгновений вашего драгоценного времени. — Здравствуйте, Сима Эдуардовна, — выдохнул штапик, безнадежно готовясь к худшему. Не знать Симу Эдуардовну было невозможно. Иногда казалось, что трех своих внуков она не просто вырастила, а буквально вытаскала, пройдясь катком самомнения по всему, что оказывалось на ее пути. Но вот внуки предательски выросли, и авторитетный детсадовский каток, не желая терять насиженных мест, обратил свое внимание на пребывающий молодняк. Годы борьбы за справедливость сказались и на ее фигуре. Сама Сима Эдуардовна списывала лишний вес на нервные потрясения и сопутствующий им аппетит. Но потрясения закончились, а вес перешел в разряд крайне избыточного. Возможно, дело было в бесплатной столовой, но, как бы то ни было, а с годами одышка все чаще вынуждала ее говорить с долгими придыханиями. «Я понимаю», — продолжала Сима Эдуардовна, раздвигая кусты и выплывая из своей импровизированной засады. «Все работаете, суетитесь, московский ритм, он требует, надо соответствовать». «Спасибо, у нас все хорошо», — попробовал улыбнуться штапик. «Эх, Юрий Михайлович, Юрий Михайлович, Лужков он тоже так думал, но не уследил, не уследил. А вы? Успеваете ли вы? Поверьте женщине с опытом, дети — это крайне капризный дар. Нужно быть осторожным, предусмотрительным». Штапик ковырнул землю носком ботинка и демонстративно посмотрел на часы. «Опять торопитесь», — покачала головой Сима Эдуардовна. «А сколько комнат у вас в квартире?» «Две», — на автомате ответил он и сразу напрягся, удивившись необычному вопросу. «Две. Это хорошо. И детскую для дочки, небось, отвели. Обои поярче выбрали?» Юрий неопределенно пожал плечами. «Впрочем, неважно», — продолжила женщина, постепенно повышая голос. «Имея отдельную комнату, зачем же выставлять свою интимную жизнь на показ ребенку?» «Простите, а вы не понимаете. Вы же все понимаете. Вам просто некогда. Нет времени скрывать свой разврат от невинных глаз». «И не смотрите на меня с таким удивлением. От меня ничего не скроешь. Ваша дочка сегодня целовалась с мальчиком, я видела», — выпалила Сима Эдуардовна и притормозила, жадно глотая воздух. Воспользовавшись заминкой, Юрий прикинул, как побыстрее расстаться с въедливой теткой, но не нашелся, что ответить. Попытка отшутиться грозила спровоцировать очередной гневный порыв, а к покаянию он явно не был готов. Взвесив все варианты, он решил спустить беседу на тормозах. «Тетя Сима, это же дети, они же бессознательно просто подражают». «И куда вы заведете свою дочку с таким подражанием? Сперва поцелуйчики, а потом ищи девочку где. Ребенка необходимо приобщать к высокому, к искусству, к творчеству, а она у вас даже читать еще не умеет». Штапику хотелось ответить что-то крайне нецензурное и непременно заканчивающееся словами «а то дам вам в морду». Но пока он пытался привести свои мысли в более пристойный вид, пришло долгожданное спасение. «Папа, мы покатаемся на машине», — заискивающий ухватилась за его штанину подкравшаяся дочурка. «Конечно, золотце», — выдохнул спасенный отец и, улыбнувшись подошедшей воспитательнице, поспешил закончить беседу. «Давай попрощаемся с тетями и обязательно покатаемся». Оставив детский сад за забором, Штапик вновь почувствовал себя человеком. Просто покатать свою маленькую спасительницу уже казалось слишком скромным проявлением чувств. Ему определенно хотелось сделать что-нибудь этакое. «Папа, купи!» — прервал упоительное самолюбование голос дочки. Юрий проследил за ее взглядом. Яна с восторгом разглядывала старенький грузовичок с надписью «Игрушки». Рядом с фургончиком как раз суетился небольшой загорелый мужичок, извлекающий на свет плюшевый китай всех цветов радуги. Розовые зайцы и синие медведи, пятнистые поросята и полосатые дельфины. Безумный зоопарк редком выстраивался вдоль стоянки и уже начинал привлекать внимание редких прохожих. Место — время. Расчет мужичка был очевиден, и похоже, что сегодня Штапик станет его первой добычей. — Покупаем, покупаем! — улыбалось смуглое лицо. Юрий подошел придирчиво, оглядывая батальон чернобыльских мутантов, и, ткнув пальцем сочного зеленого льва, спросил. — Хлопок? — Хлопок, хлопок! — ответил продавец, даже не пытаясь скрыть своего акцента. Тогда Штапик указал на фиолетового слона. — Персил? — Персил, персил! Сто процентный персил! Все было ясно, но Юрий уже не мог остановиться. Он оценивающе взглянул на ядовито-розового зайца, которого Яна дергала за лапу, и провел рукой по синтетической шерстке. — Рубероид? Продавец ничего не ответил и как-то недобро прищурился. Видимо, что такое рубероид, он знал не понаслышке. Дочка же радостно запрыгала. — Лубилоид! Лубилоид! Папа, купи! Решительно отказавшись от помощи, Яна с трудом подняла нового друга и потащила к машине.